Здравствуйте, с вами Фреймистер, и игра Холмса Шерлока Последняя Воля. Мы закончили с вами на том, что Шерлок сначала умер, а потом аберратно возродился, и поэтому, если вы ещё не досмотрели до этого момента и вдруг посмотрели именно эту часть, и я вам это сказал, то вы не правы, и у вас обломался весь кайф. Вы знаете, что я могу вам сказануть в данный конкретный момент? Вообще, когда особенно Холмс всячески показывал себя с отстойной стороны, и казалось, что это именно он стоит за всеми злодеяниями, вот это вот его изображение казалось мне особенно, так сказать, угрожающим, мне даже думалось, что, возможно, именно поэтому здесь стоит именно такая картинка, так сказать, где он и с тростью такой непонятненькой, и даже с револьвером. Кстати, не обращал внимания, но здесь плывёт туман. По-моему, это прекрасное дополнение к, как сказать, к главной менюшке, мейн-меню, что здесь ещё и плывёт туман, это здорово, чёрт побери. Ага, ну ладно, можно уже, так сказать, загружать всё, поехали, понаехали, и слава богам, что я всё-таки удержался от слов, если я удержался, я не уверен, когда он умер, сказать, что типа, ага, я же говорил, что он умрёт, или типа того. Потому что в действительности же он так и не сдох. Но, с другой стороны, если он всё-таки сдохнет потом, и это будет его последняя воля, и он вот будет дедушкой этих ребятий... Погодите, какого чёрта, какой нахрен дедушка? Погодите, у Холмса были дети? Серьёзно? Даже если один ребёнок, это уже странно. Не, или кто-то, наверное, сказал бы, что странно, если нет, но... Но это же Холмс. Водка. На дне бутылок осталось по чуть-чуть. Русский алкогольный напиток. Неужели троица братьев? Очень даже может быть, хотя, может быть, даже это не только водка, но и, я не знаю... У главного входа двое охранников. Нужно найти другой способ проникнуть внутрь. Да, охранники, кстати, действительно жёсткие. Я могу к ним всё-таки подойти чуть поближе? У главного... Похоже, нет. А где вход ещё раз? Там? У главного... Да, меня совсем не пускают, совсем не пускают. Ну, без проблем, без проблем. У нас вполне есть другой, так сказать, альтернативный путь. Перемещение. Это мотор от фуникулёра. Это фуникулёр от мотора. Горючее ещё осталось. Но его слишком мало, чтобы завести мотор. Не говоря уже о том, чтобы он продолжал действовать. Возможно, я заменю его водкой. Вот это сойдёт за горючее. Серьёзно? Я очень надеюсь. Как-то я не уверен, так сказать, одно дело алкоголь, другое дело бензин или что там у вас. Не знаю, я в этом не разбираюсь, честно говоря. Меня никогда не интересовали автомобили. Посмотрите на отверстие. Для этого мотора нужна заводная рукоять. Как, впрочем, и футбол. Пусто. Судя по запаху, это чан для масла. Определённо этим фуникулёром нечасто пользуются. Это так, Ватсон. Но всё же будем надеяться, что он ещё работает. Получается, мне нужно масло и ручка. А у меня есть палка, кстати говоря. Погодите-ка, у меня есть палка. Посмотрите, но, сэр, ваш кинжал же сломался. Какого хрена вы опять его достали откуда-то? Могу ли я палку сюда применить? Посмотрите на отверстие. Для этого... Похоже, нет. Возможно, я смогу её в будущем согнуть. Так что, не будем отчаиваться. Кусачки могут пригодиться. Действительно. Возможно, они смогут как-то... Нет. Ну и хрен с ними. Ладно, что ещё у вас? О, чёрт, здесь куча всего интересного. Я даже переключусь на этот вид. А, чёрт, не та кнопка. Рычаг заклинило. Окей. Это что? Ага, кусачки. Этого я сделать не могу. Ага. Это, честно говоря, я не понял, что именно я применил. А, кажется, палку-балку. Я палкой-балкой выломал замок. О, ручка. Рукоятка. Замечательно. Осталось только найти. Кстати, очень здорово, что я сломал замок. Это совершенно прекрасно. Каждому квесту просто необходимо сделать так, чтобы был определён, так сказать, процент этих самых замков, которые можно взломать, и замков, которые можно сломать. И ещё было бы забавно, если бы со всеми замками можно было сделать и то, и другое, если бы я представлю этот замок, который ты сначала взламываешь, а потом ещё и топчешься на его останках. Но это я, конечно, шучу. Я имею в виду, что, ну, был бы выбор. Был бы выбор. Вообще, квест, в котором есть несколько возможностей решения каких-либо проблем, как и в любой уважающий себя RPG. Даже говоря, честно говоря, даже не только уважающий, но и не уважающий, такой, как Готика 4, даже там было несколько возможных решений определённых проблем. Так вот, добавить такую хрень в квесты, ну, с одной стороны, чисто теоретически это, конечно, хорошо звучит. С другой стороны, на практике это, конечно, может быть отстойно, так сказать. Где же логика? Если квест — это всё про логику, то почему же мы должны делать несколько логических путей? Если есть один логический, то почему бы не сказать, что другой нелогичен? Это мотор. У меня нет масла. Пуст. 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 Может так? Рукоятка. Ну вот, блин, масло, ну... Пусто. Это чан для масла. Где я тебе найду масло? А вот, кажется, я уже его нашёл. Верёвка не даёт сундуку раскрыться и крепит его к кабине. У-у-у-у, ужасная верёдка! Вативер щелайду! Всё, моя интуиция мне помогла, как всегда, собственно говоря. Как всегда. Это мотор от фу... Мотор от фуникулёра. Надеюсь, сработает. Крути рукоятку. Работает! Нужно разделиться. Я попробую проникнуть на ярмарку, а вы разведайте, что внутри склада. Хорошо. Так и сделаю. На крыше никого нет. Если потеряете управление, жмите на тормоз. Наверняка он там есть. Да уж, надеюсь. Что мне ещё остаётся? А когда я всё разведаю, что делать дальше? Приходите ко мне на ярмарку. Если перелезете через забор там же, где и я, вы легко меня найдёте. Удачи вам, друг мой. Ага. Могу ли я менять персонажей? Ой, нажал табулятор. А, да, меню недоступно. Окей. А что делать? Табулятор не делает ничего? Ну и ладно. Не очень-то и хотелось. Давай, Джо. Я смогу прямо... Убежайся! Или нет? Вы должны были оставить мне управление, покуда он будет ехать. Так сделала бы любая хорошая игра. Ну, вернее, я думаю, они рассматривали такой вариант. Но решили мне, так сказать, показывать это с разных ракурсов, ибо это красивее. Понимаю, понимаю. Что же, ваш ход я уважаю. Я уважаю ваш выбор. Возможно, всякие варианты. Вы совершенно правы. Совершенно не обязательно, что мой вариант верный. Но уже меня никто не заметил. Теперь попробую выяснить, что здесь происходит. Сейчас я вообще выясню, что здесь происходит. Просто изо всех щелей просто. Просто... Просто... Просто буду выяснять во все дыры. Я уже вижу некоторые дыры, в которые можно повыяснять. Ну, что там, давайте выясним. Тележки кухни для неимущих. Целая очередь. О, черт. В этих мешках щебень. Они завязаны хорошей крепкой веревкой. Возьмем ее. Оставлю веревку у себя. Это правильно. Веревку нужно иметь всегда. Этого научил меня первый Fallout. Откуда мне было знать, что там целую кучу мест нельзя пройти через веревку? Что я несу? Без веревки. Ну, вернее, я помню два таких места. Больше не помню. Но они там были. Черт возьми, они там были. Из-за одного из них я застрял в этой игре на несколько лет. Что, еще веревка? Окей. Просто я не знаю, что это. Ну, наверное, это веревка. А как же я должен теперь спускаться? А, у меня же есть лесенка-чудесенка, конечно же. Лесенка-чудесенка, куда нас привела? Надо узнать, что творится внутри этого склада. Но только осторожно. Здесь полно охранников. Ну, мы можем попробовать поиграть в IGI и вынести их всех. Окно такое грязное, что я не могу заглянуть внутрь. Не, реально, кстати, эти места IGI напоминают. Дальше идти опасно. Да, да, да. Пустая бутылка. Вернее, одновременно напоминает и IGI, ну и Silent Hill из-за всего этого amusement park. Как там, любили говорить. Мюз. Эй, там, кто такой? Трелога! Ну, ё-моё, ааа. Ну, и да, я мгновенно телепортировался сюда. Окей. Что у меня есть? У меня есть бутылка и две веревки. Веревки я, разумеется, могу соединить, но... Веревка средней длины. Ну, сюда наверняка веревка... ...выше средней длины. Так сказать, веревка выше среднего. Полный веревец. Эй, там! Да, да, я понял, я понял. Причем... О-о-о. Окно такое грязное. Да, окно грязное. А могу ли я бутылкой? Окно такое... Бутылкой протереть окном мы, разумеется, не мойдем. Разумеется-то, может быть, разумеет... А-о-о... Кстати, прикольный вид. Угу, да, хорошо. Я уважаю ваш выбор. В чане слишком темно. Ничего не видно. Но я слышу легкий плеск воды. Давайте наберем... А-а-а... Нет, не так давайте. Может быть, все-таки... Будем ее с веревкой? Нет. Блин. Мне не добраться до воды. Сли... Я понимаю. И поэтому я предлагаю тебе... Нет. А-а-а-а... Большой кусок сухой ткани. Ладно, может быть, сухой тканью? Мне не даб... Нет. Соединить... Нет. Я уверен, что мне нужно как-то бутылку насадить на эту веревку. Но как? Угу. Ну будем искать, будем искать. Вот это что такое? Поразительно, что этот чан еще стоит. Ножки изъедены ржавчиной. Ну ничего, ничего. Знаешь, вообще похуже бывает. Я такое видел. Вот... Много вот у нас в нашей Раше, так сказать, простите за такое ужасное выражение. Я сам нашу Рашу никогда толком не смотрел. Не знаю, вам на это нравится. Мне... Не знаю. Наверное, там есть нормальное что-то. Никогда особо не увлекался. Все. Веревка. Перед у нас есть веревка большущей длины. Связанная веревка. С бутылкой. Замечательно. И с тряпкой. Нет? А жаль. А жаль. Ну все, без проблем. Теперь я опять же могу как вайджай заползать наверх. И всех уделать из снайперской винтовки. Как там Влад сказал? Снапа? Я честно не фанат этого дурацкого слова. Ну все, все, все. Я спускаюсь, спускаюсь. Абсолютно таки же спускаюсь, таки же вниз же ж. У меня есть вода. А, ну да, конечно же, у меня есть вода. И поэтому я могу применить ее на тряпку. У меня наконец-то есть мокрая тряпка. Как таким же огромным трудом я ее смачиваю. Это, конечно... Ты еще, блин, же ж, это ж, в общем, еще ж, так же ж, вот, это нелегко. Давайте теперь... А, вот мне надо ее взять, да? Все, теперь я буду очень долго и упорно работать... Ну, не понял. Ну, не понял. Значит, на этих складах получают еду передвижные кухни принца Вудвилла. А Ганн Шильман подмешивает в нее яд. Вау. По сигналу сирены двери открываются, и тележки с отравленным супом отправляются на улицы Лондона. Интересно, чем сейчас занят Холмс? Ну, не сказать, что мне прям так это интересно, но окей. Теперь я Холмс. Кстати говоря, опять же, читал про его внешнее описание. Ну, по-моему, похож. По-моему, его внешность действительно срисовали с этого, с его описания в его книге. Почему бы и нет? По-моему, смахивает. Вот здесь можно попробовать залезть. Полезли. Не, не полезли. Ящик недостаточно большой. Мы не сможем перебраться через стену и посмотреть, что по ту сторону. Да, мы массово, конечно же, не сможем. Но ты-то! Ты же такой высокий. Может, ты смог бы как-нибудь. Ну, как-нибудь. И мне нужен еще один ящик. Я не знаю. Давайте подожжем тот ящик. И он будет гореть. И, может быть, вместе с ним сгорит забор. И тогда что-нибудь, наверное, случится. Холмс, опять глючик. Холмс, отглючик. Пожалуйста. Пожалуйста, Холмс. Главный вход. Да, да. Главный вход. Сволочь закрыт. Но где же я достану ему еще коробочку-то, а? У тебя есть куча этих бочек и тому подобное. Почему ты эту бочку не берешь? Холмсяра. Холмсяра. Нет? Нету, 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 нету. Ну, ладно. Я еще кое-что нашел. Что это? Лесенка-чудесенка. Вы серьезно? Все это время я пытался найти лесенку-чудесенку, которую я даже не видел до тех пор, пока на нее мне не указала моя потрясающая холмская интуиция. Ну, ладно. Итак, сойдет. Я готов жить с этим. Ну, я знаю, как это сломать. Действительно, классная анимация. Мне очень понравилось. Путь свободен. Вау! Какой я умный! Так, я внутри. Теперь надо найти Мариарти. И вышибить ему зубы благодаря моему зубодеру. Они же плоскогубцы или как их там? Что это? Посмотрим. Ну, я не хочу это читать. Любопытно, любопытно. Это явно какой-то ответ на какую-то загадку. То есть, что-то про Гиену, что-то про зайца. Они оба умерли. Слон спиной к царю зверей. Обезьяна. И все это наблюдал жираф. Все это наблюдал жираф. Но... А, вот они. Детский тир. Фигурки диких животных надо сбивать кожаными мячиками. Давайте будем расставлять их по порядку. Кажется, за плакатом что-то есть. Но он очень крепко приклеен. Ножом его. Только ножом. Это же элементарно. Здесь тайник. Любопытно. Не вижу скважины для ключа, который должен открывать тайник. Жаль. Мне нужно... А, ему нужно больше зверей. Ему нужно больше зверей. И, возможно, для этого нужно будет открыть тайник. А, нет, нет, нет. Наверное, звери смогут открыть тайник. Касса тира. Денег здесь нет, зато есть деревянная мишень. Обезьянная деревянная мишень. Заметьте. Ну что, теперь можно их расставить? Нет. Нельзя. Что ж такое? Ладно. Наверняка здесь живет хозяин тира. Скажите лучше, где остальные животные тира? А, вот еще одна. Мишень из тира в виде льва. Ого-го-го-го-го. Ты теперь даже называешь, собственно, то... Какие животные у нас здесь в тире? В тире? Ну что, теперь можно? Нет, нельзя. Не хватает еще одного животного. Книга результатов из тира. Честно говоря, я не понимаю. На обложке какие-то вмятины. Посмотрим, что за секрет хранит книга. О, значит, здесь можно было порезать. Не понял. Секретные записи. Стало быть, хозяин тира не только помогает желающим проверить свою меткость. И здесь какое-то странное стихотворение животных. Погодите, но стихотворение животных уже было. Это тайные счета. Спирт. Табак. Куплено, продано. Интересно, это их, так сказать, ляп, что записка там, а тайные счета здесь? Или все-таки нет? Газель погибла. А-а-а. Нет, это все-таки действительно то, что нужно. Газель погибла, не стоит выращиваться спиной ко льву. А-а-а. Ладно. Ладно. Луиджи, блюдо дня, шиллинги. Нет, то тоже записи. Между стихотворением и мишенями в форме животных явно есть связь. Явно, явно. Я тоже об этом думал и не раз. Но вот в чем проблема, дорогой Хоумс. Я не знаю, где еще одна животная. Мне как-то... С животными у меня туговато, к сожалению. И вот я не знаю. Нужно что-то еще, вот нужно что-то еще. Если меня увидит охранник, он поднимет тревогу. Надо его нейтрализовать, причем незаметно. Шум драки может привлечь внимание других охранников. Правильно, мы не хотим, так сказать, связываться с охранниками. Ну их нахрен. Мы гады, мы не хорошие люди. Они не понимают моего чудоства юмора. Оно у меня, так сказать, очень утонченное. А вот у них очень такое грубое, да. Телефонный провод. Интересно. Он тянется вон из того большого здания. Или вон до того большого здания. Что тоже вполне возможно. Ты не думал об этом? Вот я вот думаю об этом. Мишень из тира. Ай, все, можно решать загадку. Не то, чтобы я был фанатом. Это идея, но загадку решать действительно уже можно. Итак, расставьте мишень согласно найденной записи. Газель погибла. Поворачиваться. Ууу, здесь записи у нас есть. Интересно, интересно. Ну вот это пока что самое лучшее, что я могу предоставить этой загадке. То есть... На краю джунгли шимпанзе увидел жирафа. А, шимпанзе... А, не увидел грифа. Не жирафа, а грифа. Который схватил его своими когтями. То есть вот гриф. Вот шимпанзе. Они на краю. Тот смотрит в другую сторону. И он упал. А гриф жив. Все это увидел жираф. Жираф стал свидетелем этой сцены. Также гиена. Ждала, пока заяц вылезет из норы. Заяц не вылез. Они оба умерли от голода. Жираф расстроился. Ведь они с зайцем были соседями. Вот жираф рядом с зайцем. Жираф мертв. Гиена мертва. Слон. Лишь слон может находиться среди хищников. Рискуя повернуться спиной. К царю зверей. Он спиной к царю зверей. Он среди хищников. Более-менее. И газель погибла. Газель тоже. Ей не стоит поворачиваться спиной ко льву. Она повернулась спиной. И она погибла. Так что я в принципе крайне близок. Я крайне близок к разгадке. Единственное, что... Это неправильно. Почему это неправильно? Неизвестно. Вот опять же, примерно то же самое. Этот среди хищников. Лев спиной повернулась. Эта тварь. Он ее... Вроде как убил. Может среди хищников, потому что он... А, может... Ну, погодите. Но это на краю джунглей. На краю джунглей. Вот данный конкретный сет, по-моему, просто великолепен. Я пока что не знаю, почему он не работает. Видите ли, все еще на краю джунглей. Обезьяна не смотрит на грифа. Гриф смотрит на обезьяну. Он ее схватил. Молодец. Жираф стал свидетелем. Он смотрит на них. Круто. Этот умер. Этот огорчился. Она его схватила. Этот стоит рядом с ней. С ним вот спиной. И это вроде как не спиной, но она умерла. И не знаю. Может, их мы станем поменять? Нет. Может, этот не должен умирать? Нет. То есть, если схватил его когтями, то предположительно он умер. Оказывается, их еще можно вертеть туда-сюда. Как же до меня раньше, ты черт побери, не дошло. Так, ладно. Та же самая фигня, только заново. Значит, этот. Наверное, был так. Наверное, так. Наверное, так. Скорее всего, так. Спиной. Этот сюда. Этот сюда. Это же элементарно. На это элементарно я потратил минут 10, наверное. Только потому, что не думал, что их можно крутить. Бэ. Черт. Заначка хозяина тира. Что могло заставить его сбежать без своих сбережений? Большой вопрос, большой вопрос, большой. Ну да, шутка. У меня есть банкноты. Пять. В смысле, пять. А-а-а. Я все-таки начинаю играть в самый настоящий стелс. У меня теперь есть... Какого черта? Какого черта? Я могу пригнуться, чтобы меня не заметили? Нет, похоже, не могу. Мне, по всей видимости, нужно класть куда бы то ни было банкнотрия, на которые будут клевать люди. Открыто. Здесь раньше был зверинец. Здесь раньше был зверинец. Я у служебного входа. Круто. А-а-а-а. Люди, вы тут есть? Ну и запах. Наверное, здесь держали диких животных. Да, если бы они были домашние, запах был бы гораздо приятнее. Не пахло бы цветочками и ягодками. Насколько я понимаю, это аптечка первой помощи. Или последней. Одной из двух. Закрыт. Мне кажется... Не открыт. Да, ничего нет у меня подходящего. Только одни сплошные деньги. Ну ладно, деньги, деньги, дребеденьги, все это ерунда. Бедные животные, которых здесь держали. Клетки такие тесные. Ты совершенно прав. Слишком малые клетки. И это ужасный цирк. И вообще, Гринпис по ним плачет. Сюда пока боюсь идти, откровенно. Ничего интересного. А, это уже более интересно. То, что там нет ничего интересного. Эта клетка заколочена досками. Что внутри не видно. Очень хорошо. Значит, я смогу по ней ходить. Наверное. Большой шприц. Очевидно, для крупных животных. Пригодится, берем. А, черт, не можем взять. Старые бинты. Все указывает на то, что в этой клетке держали больных животных. Ууу, и то правда. Я даже совершенно не думал об этом. Блин, он молодец. Он умеет рассуждать. Ключ. Ага. Я понимаю. Ключ, находящийся в клетке от больных животных, просто обязан подходить к аптечке последней помощи. Вот она. Уцелела только вот эта бутылка с эфиром. Замечательно. Нет. Я думал промокнуть... Если меня увидит охранник, он поднимет тревогу. Надо его нейтрализовать. Причем незаметно. Это уже было. Это уже было. Большое спасибо. Это уже было. Я думал эфир как-то налить на банкноты, что он их найдет. Банкноты, то есть... Надо поставить... Поставить здесь что-нибудь? Серьезно? Вот. Это должно привлечь внимание охранника. И это все? Ну, привлечет. Ну и что? Что дальше-то? Как я его уэфиривать-то буду? Да. Ну, может, мне все-таки надо выйти отсюда? Или нет? Ничего не вижу, что там происходит. Да и здесь и нет никого. Какого нафиг охранника внимания я должен был привлечь? Почему именно там? Странно, непонятно и подо... О! Это уже лучше. Вот так вот. Может быть, он даже придет по следу. Да, он придет по следу. Еще есть место для этих штучек? Их же у меня не три, а пять. Хм. Его откуда-то издалека надо выманивать, что ли? Где он там? Он все еще ходит. Дурадкий стелс. Окей. У меня есть нож. Я могу полоснуть тебе по горлу. Может быть. Может быть и нет. Развернешься? Развернулся. След, так сказать, сделан неполный. Все что? Заметит? О, нет! Какой ужас! Тревога! Я ненавижу тревогу. Это плохой мальчик. И я не люблю его. Куда еще можно ставить деньги? Здесь были деньги? Здесь сейчас не лежат деньги. Странно. Или все-таки лежат? Вот здесь же лежат. Значит, там должны лежать. Вероятно, я должен привезти его куда-нибудь еще дальше. Например, вот сюда. Да, похоже на то. Но мне нужно еще какое-то одно... А, сюда. Да, это интересно. Так, все готово для моей маленькой уловки. Осталось дождаться, когда он пойдет обратно. Ну, это ж, честно говоря, прямо штаке ж... Metal Gear Solid, не иначе. Окей. Не знаю, как я вошел сюда, но я, по крайней мере, могу отсюда выйти. Ухлорофилить его, что ли? Если это вообще хлорофил. Мне похоже, я его запру. Надо заткнуть его. И поскорее. А, я просто разбил эту штуку. И он офигел. О, неплохо. Неплохо. Минус один. Эй, отпустите меня. Дайте мне идти. Пожалуйста. Отлично. Благодаря эфиру этот горлопан еще не скоро проснется. Горлопан? Я, честно говоря, не слышу, чтобы он орал. Он орал только один раз, когда сказал тревогой. Когда он сказал тревогой, вообще-то... Я так понял, что... Все перезапустилось. Ну, так или иначе, я могу пройти дальше. Это явный плюс. Сохранится ли у меня на этом месте? Или нет? Сколько времени там? А, да. Я думаю, хватит. Так что это был Фреймистер. И у нас в последнее время в сериях толком ничего не происходит. Ну и хрен с ним. Бай!